В республике вновь начали бороться с любителями тонированных автомобилей. Такие рейды сотрудники ГИБДД обычно начинают проводить по весне. Специальные приборы, которые измеряют толщину защитной пленки, показывают точные результаты только при плюсовой температуре. Сегодня вместе с инспекторами нарушителей ловили и мои коллеги. Тему продолжит. Дмитрий Ковалев. Тонировка автомобиля может стоить водителю жизни. Видимость дороги такие пленки ухудшают в разы, особенно ночью. При рассеянном свете тонированные стекла искажают расстояние до впереди идущих машин, отмечают в ГИБДД. В то же время со стороны сотрудников полиции, например, управление транспортными средствами с затемненными периодными стеклами вызывает особо повышенное внимание в связи с тем, что возникает подозрение, что гражданин, который специально наносит такие покрытия на стекла, пытается что-то спрятать в данном транспортном средстве. Или сам нарушает какие-то права дорожного движения, или перевозит какие-то запрещенные к перевозке вещи. Правда, любителей тонировки в республике меньше не становится. За это нарушение только в прошлом году инспекторы ГИБДД оштрафовали более тысячи водителей. По правилам темную пленку запрещено наносить на передние стекла. Тонировка не должна ограничивать полностью попадание в салон автомобиля солнечного света. Запрет на использование стекол передних лобовых и передних боковых, светопропускание которых не соответствует требованиям ГОСТа, предусмотрен техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств со стран таможенного союза. Чтобы избежать штрафов, водитель этой приоры пытался сорвать тонировку прямо на ходу. Но поймать нарушителя с поличным инспекторы ГИБДД все же успели. Но инспекторы показывают, прибор не врет. В салон автомобиля эта пленка солнечный свет не пропускает. Нарушил ли водитель правила тонировки, сотрудники ГИБДД проверяют с помощью вот такого прибора. Светопропускаемость стекла должна превышать 70%. В противном случае автолодельцу грозят штрафы. Далеко не по правилам оказалась тонирована и эта иномарка. Правда, общаться с сотрудниками ГИБДД при нашей камере ее владелец отказался. Погоня за нарушителем продолжалась недолго. За черную иномарку обнаружили припаркованные неподалеку от одного из кафе. Теперь, кроме штрафа за неправильную тонировку, на водителя могут составить протокол и за езду без документов. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.